Здравствуйте, это Енисей. Новости в студии Марина Мышко. Главное к этому часу. Александр Русс представил новых членов кабинета министров. Как изменился состав краевого правительства? Александр Викторович в силу своего управленческого опыта не привык рубить плеча. И мы видим, что он фактически осуществил ротацию длиной в год. История чудесного спасения. Житель поселка Подгорный три недели плутал по тайге. Как ему удалось выжить? Курка я сейчас спасла. Правда, собака объела. В Каннском районе медведь держит в страхе целую деревню. Люди пытались прогнать хищника своими силами, но тщетно. Медведь бежит. Прям в деревню пошел, Сьёга, не гони. По даяське, по даяське. Цены на топливо бьют новые рекорды. На красноярских заправках сразу на 3 рубля подорожал дизель. Что дальше? Ну а что, не заправляться, что ли? Не ездить. Краевое правительство приросло ведомствами, а некоторые министерства сменили руководителей. Александр Ус сегодня представил обновленный состав регионального кабмина. Какие изменения произошли в органах исполнительной власти региона и как оценивают свою готовность к работе на новом посту? Те, кого назначил губернатор, расскажет Сергей Сеславин. Один из важнейших этапов политической жизни края. В регионе, наконец, сформировано новое правительство. Заметно изменившийся состав представляет губернатор Александр Ус. К четырем заместителям главы региона присоединился еще один. Андрей Недосеков долгое время работал в Москве. Теперь будет курировать вопросы взаимодействия с федеральными органами власти. Для региона это направление крайне важно. Хочу сказать, что Андрей Николаевич является коренным красноярцем, но долгое время работал в федеральных органах власти. В частности, был заместителем министра транспорта. Работал в других федеральных структурах, что даст нам возможность, в том числе и опираясь на него, решить многие вопросы. Перемены произошли и в блоке заместителей председателя правительства. Вместо Юрия Захаринского, который занимался вопросами северных территорий, пост зампреда занял Анатолий Цикалов. Теперь уже экс-министр промышленности, энергетики и ЖКХ. Вместо него освободившееся кресло занял Евгений Афанасьев. Но на этом изменения в составе Кабмина не заканчиваются. В Красноярском крае появилось новое министерство цифрового развития. Оно сформировано на базе агентства информатизации и связи. Курировать это направление будет Николай Распопин. Но и это еще не все. Руководить социальной сферой региона отныне вместо Галины Пашиновой будет Ирина Пастухова. Ранее она занимала должность первого заместителя министра финансов. Эмоционально действительно волнительно, потому что я все-таки 30 лет отдала финансовой сфере. Действительно переживала, действительно взвешивала, принимала решения. Но с учетом поставленных задач, которые мне показались очень интересными, и отрасль мне знакома, пусть с финансовой стороны, но тем не менее, я, собственно говоря, приняла решение. Сменился руководитель и в Министерстве культуры края. Им стал Аркадий Зинов. Ранее он руководил Красноярским хореографическим колледжем. При этом все полномочия ведомства в области туризма переданы специально созданному профильному агентству. Но, по мнению политологов, кадровые изменения были ожидаемы и пойдут на пользу региону. Александр Викторович в силу своего управленческого опыта не привык рубить плеча. И мы видим, что он фактически осуществил ротацию длиной в год. Первые перестановки и отставки были в октябре прошлого года. И мы видим, что за этот год сменилась практически половина высокопоставленных чиновников в Сером доме. И вот эти последние аккорды, они тоже были ожидаемы. Кроме того, Александр Ус внес в законодательное собрание на согласование кандидатуру Сергея Верещагина и Владимира Бахаря на должности заместителей председателя правительства региона. Еще одну кандидатуру депутата Егора Васильева парламентарии должны рассмотреть на должность министра экономики и регионального развития края. Эти вопросы парламентарии обсудят уже на ближайшей сессии 1 ноября. Сергей Сеславин, Алексей Гусев, Александр Ермошенко. Енисей. Новости. И сразу после этого выпуска новостей тему обновления регионального правительства продолжит в программе интервью мой коллега Ян Ермишов. Гость передачи советник губернаторов Севолод Севастьянов. Вместе они обсудят новые принципы формирования Кабмина и цели, которые стоят перед министрами. Обо всем этом подробно в программе интервью сразу по окончании выпуска. И сегодня же губернатор края Александр Ус провел заседание президиума обновленного правительства. Главной его темой стало повышение привлекательности края для инвесторов. В прошлом году в экономику региона было привлечено более 420 миллиардов рублей инвестиций крупных компаний. По этому показателю мы вошли в десятку лидеров регионов России. В дальнейшем политика открытости края для инвесторов будет продолжена. Для работы с ними в профильном министерстве разработана целая программа. Она включает создание специальных путеводителей, реестров производственных площадей, продвижение региона на форумах, выставках и презентациях. Александр Ус план развития инвестклимата региона одобрил и отметил, что первые позитивные результаты в этом направлении необходимо получить уже в начале следующего года. Отдельная тема касается Енисейской Сибири. Уважаемые коллеги, мы провели на прошлой неделе такое большое совещание с потенциальными инвесторами, а у нас их более 60 проектов, более 40 объем заявленных инвестиций, не придуманных, а зафиксированных в инвест-программах конкретных предприятий на 10 лет, 1 триллион 800 миллиардов рублей. Это гигантская сумма. Мы приняли решение не ждать распоряжения правительства, а создавать дирекцию, которая будет финансироваться за счет фонда, создаваемого самим инвестором. Почти невероятная история. Пенсионер из поселка Подгорный выжил после трехнедельного скитания по тайге. В начале октября мужчина вместе с собакой отправился за грибами. С тех пор о нем ничего не было известно до вчерашнего дня. К людям Виктор Виноградов вышел в 50 километрах от дома под малым кускуном. Наш корреспондент пообщалась с мужчиной сразу, как он вернулся к семье. Диана Хатяшвили с подробностями. Курка я сейчас спасла. Правда, собака объела. Серьезно? Есть надо животное. Трудно поверить, но еще несколько часов назад Виктор Виноградов блуждал по тайге. О страшных днях теперь напоминает вот эта грязная рваная одежда. Именно в ней три недели назад мужчина вместе с собакой ушел с дачного участка за грибами. Думал, что ненадолго, поэтому с собой почти ничего не взял. Только один спичечный коробок. Как сбился с пути, сразу и не понял. Направления нет. Не знаю, куда я иду. В одну сторону, вроде бы не туда. Надо в другую. Ну, вот так вот маленько, как говорится, растерялся. Ну, потом пошел, нашел тропу, вышел к избушке. Там какая-то избушка была. Ну, смотрю, вроде бы не туда, к избушке вышел. Обратно пойду и выйду. Все нормально. На охотничий дом Виктор Алексеевич набрел случайно примерно через неделю своих скитаний. По пути то и дело встречались медведи. К избе пробирался по звериным тропам. К тому моменту промокла вся одежда. Даже обувь уже была без подошвы. На свое счастье, в сторожке пенсионер нашел старый свитер, спальное покрывало, банку тушенки и подсолнечное масло. Найденную пищу разделили на двоих. Укутавшись найденным одеялом, мужчина блуждал по тайге, спал под открытым небом. Четвероногим другом Тором ели ягоду. Горькая, но у заблудившейся не было выбора. Нужно было поддерживать жизненные силы. Именно собака помогала мужчине выжить. Верный друг согревал по ночам и никуда не убегал. Только вот вывезти к населенному пункту не мог. Мужчина говорит, что пес домашний в лесу почти не бывал. В тайге даже приходилось нести Тора на руках, животное просто выбивалось из сил. Как бы и есть не хотелось. Не знаю, вес, сколько там было, 95 еще, так посмотришь, бок пощупаешь, на сколько. Ну, на неделю хватит. Искали пропавшего мужчину больше сотни спасателей, полицейских и, конечно, волонтеров. Как отмечают специалисты, это была сложная операция. В том месте, где потерялся грибник, уже не раз пропадали люди. Теряли ориентир и уходили вглубь тайги. Место, во-первых, довольно-таки неровное. Там и овраги, там и склоны очень крутые. Плюс не было конкретной точки входа. Поэтому приходилось брать радиусом 2 километра и полностью вокруг СНТ проводить поисковые мероприятия. Там склоны во всех направлениях. И поэтому в темноте угадать, на какой склон ты зашел, просто невозможно. Человек потерял ориентир. Он думал, что он идет по направлению к рассвету, а шел, собственно говоря, в противоположную. Несмотря на чрезвычайность своего положения, наш герой до последнего не сдавался. Знал, что найдет дорогу домой. После трех недель с Китани наконец услышал звук техники. Вышел к лесорубам в районе Малого Кускуна. За 50 километров от дома. Сейчас мужчина в кругу семьи. Нужно поправить здоровье. Помощь потребовалась верному другу. 18 дней без пищи, на холоде и в постоянном движении не прошли бесследно. Но и после такого невероятного и опасного приключения Виктор Виноградов не утратил чувство юмора. Все так вот благополучно закончилось. Ну а там резьбушка, хорошо, сосны, березы. Лежишь, да, место красивое. В Каннском районе жители целой деревни вот уже неделю живут в страхе. Людей пугает медведь, который повадился приходить прямо в жилой массив. Последний раз хищника видели накануне вечером. Зверя пришлось гнать на машине через весь поселок. Подробности в материале Анастасии Мосиной. Медведь бежит. Прямо в деревню пошел, Сьёга, не гони. Подаясь, подаясь. Назад, сдавай, сдавай назад. Эти кадры были сняты накануне. Сергей Хартов со своим отцом возвращались домой. Заехали в деревню и вдруг в темноте появился силуэт медведя. Мужчины начали сигналить, а хищник бросился на утек. Правда, не прочь от жилых построек, а прямо по центральной улице. Идет черное пятно. Мы ближе подъезжаем, смотрим, медведь пошел в деревню. Мы за ним начали ехать спокойно. Он начал разворачиваться, чуть ли на нас кидаться. Мы начали сигналить, по всей деревне его прогнали. Он прям по всей деревне, по центральным улицам пробежался. Потом выбежал, получается, он в той стороне, по задам пробежался. И вот сюда, через загороды, получается, здесь он где-то затих, получается, в этой местности. Впервые медведь дал о себе знать неделю назад. Вот за этой горой находится лес, и, по всей видимости, он вышел оттуда. Здесь, на подходе к деревне, его встретила сторожевая собака. Конечно, в неравной схватке победил хищник. Свою жертву медведь бросил прямо на дороге, будто хотел, чтобы ее нашли. Но на этом бесчинства хищника не закончились. В этот же день зверь забрался в огород к одной из семей, разворотил садовый инвентарь, теплицу, раскидал мусор на садовых участках. Ну, корову, наверное, так не сделала. И у меня тут стояла вот картошка, стояла, вы все разубросы, сами видите, корову, наверное. И еще в помойке там все-все-все вытащила. Ну, корову тоже там не стало ни капусту, с помойки там вытаскивать, ничего вот этого не делать. Узнав о непрошенном гости, местные жители сразу позвонили в полицию и оповестили соседей. Ведь хищник может вернуться в любой момент. Люди напуганы. Что заставляет медведя вновь и вновь приходить в деревню, они не понимают. Мы работаем здесь, сука, лет. А сейчас уже вечереет рано. Если Миша ходит, ну, это же страшно. Мы даже домой уезжаем, получается, темно. Представляете, люди ходят, бывает, пешком у нас тоже здесь живет. И Миша ходит, ну, это же вообще как-то не так. Такого не должно быть. Полиция уже вышла на сотрудников Министерства экологии. Ведь просто так застрелить медведя нельзя. Это нарушение закона. На подобные действия нужно разрешение. На настоящий момент в письменном виде нам обращение не поступало. Но в органы полиции жители заявлялись. Поэтому мы с ними договорились, что, в общем-то, наш специалист выйдет и точно так же повзаимодействует. В свою очередь мы издаем приказ о регулировании численности и при существующей необходимости, при угрозе жизни и здоровья людей. Специалисты уже оценили степень угрозы и обратились к егерям. Охота на медведя началась. А пока зверь не пойман, люди стараются лишний раз не выходить на улицу. Особенно в темное время суток. Анастасия Мосина, Леонид Юрков и Александр Шумилин. Енисей. Новости. Мокрый снег с дождем и ночные заморозки в Красноярске похолодает. Надолго ли, расскажем после рекламы. В Красноярске подорожало автомобильное топливо. Крупные сетевые заправки уже выставили новые ценники на некоторые виды бензина. Так, стоимость литра 95-го практически везде выросла на рубль до 45,50 копеек. Цена дизеля и вовсе преодолела отметку в 50 рублей. Эксперты не исключают, что в скором времени АИ-92 и АИ-98 могут подорожать повсеместно. Напомню, что предыдущая волна прокатилась в Красноярском крае в апреле-майе этого года. К очередному скачку автовладельцы отнеслись по-разному. Многие отметили, что отказываться от личного транспорта они не намерены. На копейку больше, на копейку меньше. То есть, ну, а с этим же ничего вы не поделаете. Рубле 60, это даже 50, это край. Это уже нормальная цена такая для литра. То есть, а так, пока она колеблется, туда-сюда, я на это даже внимания пытаюсь не обращать. Лишний раз голову себе забивать чем-то. Ну, а что, не заправляться, что ли, не ездить? Не знаю, сколько он должен стоить, чтобы пересаживаться куда-то или продавать. То есть, по сути, все терпимо, да? Ну да, нормально. А вот у владельцев маршруток очередное подорожание вызвало куда более бурную реакцию. Практически все автобусы в Красноярске работают на дизеле. Перевозчики настаивают на повышение стоимости проезда хотя бы до 28-30 рублей. По словам председателя правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозок Михаила Омышева, в начале следующего года цена дистоплива может еще вырасти, и тогда сдерживать тариф они не смогут. Сдерживаем, затягиваем, а потом нужно будет через колено все это приводить в соответствие, потому что бюджет краевой не потянет, наверное, на такой расходы. Но если потянет, по-моему, всех удовлетворит, и пассажиров, и перевозчиков. Если вы еще не сменили летнюю резину на зимнюю, то самое время это сделать, особенно тем, кто планирует дальние поездки. Синоптики прогнозируют в Красноярске заморозки, а на загородных трассах может появиться гололедица. Подморозит в столице края и окрестностях уже в ближайшие ночью. Столбики термометров опустятся до отметки минус 3 градуса. При таких температурах обещанный дождь непременно превратится в снег. Днем во вторник, в среду и четверг будет около 1-2 градусов со знаком «плюс». Немного потеплеет только к пятнице. Воздух прогреется до 5 градусов. Выходные неба в Красноярске прояснится. Осадки прекратятся уже в воскресенье. Обещают рекордные для этой недели плюс 12 градусов. Для октября месяца, да, это вполне нормальное явление, потому что месяц переходный. Здесь встречаются волны тепла и волны холода. То есть происходит достаточно резко смена тепла и холода. Поэтому, в общем-то, это еще достаточно нормально. Но, конечно, можно сказать, что такая теплая погода – это нам подарок. Бобруйск. Родина интернет-мемов и самых больших в мире шин. После рекламы новая серия проекта «Каминская в Минске». В Красноярске определились компании-лидеры, которые поставляют свою продукцию за рубеж. Лучшего экспортера года в регионе выбирали по итогам конкурса. Наш корреспондент Ярослав Цимбал побывал на предприятии победителя и выяснил, что же так привлекает иностранных клиентов в сибирском производстве. Проходя через конвейер, продукция пастеризуется и автоматически распасовывается на дальней линии в емкости и пострадается потребителям. Сейчас эти огромные аппараты на техобслуживании, но уже завтра они возобновят непрерывную работу по изготовлению сладостей. За одну только смену в баках производится 8 тонн самой разнообразной начинки для кондитерских изделий. Настоящий рай для сладкоежек. Ассортимент предприятия включает десятки видов печенья. Это основная продукция компании, с которой и начиналось производство. Наши технологи, когда делали линейку продукции, выбирали, то, конечно же, мы обращаемся к ГОСТу советского производства, то есть то самое советское печенье, которое наши родители, бабушки, дедушки ели, и мы его производим. Там используются натуральные ингредиенты, маргарин, мука, сахар. Этим мы, конечно, привлекаем клиента за рубежом и внутри России. А это последний этап на производстве. Здесь готовая и упакованная продукция грузится в машину и отправляется по магазинам Красноярска и всего Красноярского края. За несколько лет красноярское предприятие вышло не только далеко за пределы региона, но и за пределы страны. Вкусные начинки и сладости стали пользоваться спросом в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Монголии. А в начале октября две тонны печенья отправили в Китай. Такое активное продвижение и крупные поставки помогли стать лучшим экспортером года в Красноярском крае. В этом году в конкурсе участвуют 17 самых разных производств региона со своими идеями и предложениями, которые пользуются спросом за рубежом. Открытием года стала группа компаний по заготовке сибирских дикоросов и трав. Свою деятельность объединение начало только в этом году, но его продукция уже стала востребованной у многих стран Европы и Азии. Компания занимается главным образом экспортом дикорастущего сырья, ягоды, грибы, а также готовой продукции, это мед, варенье и так далее за рубеж. Это вот Дания, Китай, Италия, Япония, Корея. Победители в различных номинациях выбирали по нескольким критериям. Учитывались темпы увеличения объема экспортной продукции, география поставок, участие в международных и зарубежных выставках и ярмарках. Специалисты уже подводят итоги и делают выводы, какие страны больше интересуются нашей продукцией. За последнее время у нас акценты сместились. В большей степени наши предприятия экспортируют в страны Северо-Восточной Азии, Юго-Восточной Азии. Но Европа также остается хорошим рынком для интересных, необычных вещей. Организаторы планируют провести конкурсы в следующем году и приглашают к сотрудничеству всех заинтересованных предпринимателей. Ярослав Цымбал, Алексей Гусев, Денис Тимошенко, Енисей. Новости. А сейчас новая серия специального проекта о знаменитых белорусских брендах. Наши корреспонденты выяснили, где выпускают самые большие в мире шины для карьерных самосвалов. Оказалось, в Бобруське, на родине знаменитых интернет-мемов. Уже на подъезде к Бобруську понятно, какая символика здесь особенно любима. Есть веселое животное и в историческом центре. Нашему поздейву труднос, а этому грызуну цепочку от часов, чтобы стать богатым. Город сильно старше Красноярска, прославлен Ильфом и Петровым, о чем всем прохожим теперь напоминает вот этот памятник голосом Зиновия Герта. А вдали от центральных улиц крепость постройки 1810 года, сыгравшая важную роль в истории России. В войне с Наполеоном крепость была стратегическим опорным пунктом для армии Багратиона во время Второй мировой концлагеря. Сейчас это объект исторического наследия. В этих стенах снимали немало исторических фильмов, а что место самое подходящее, аутентичное. Впрочем, Бобруськ — это не только богатое прошлое, но и промышленные технологии современного настоящего. Именно здесь работает один из крупнейших производителей шинной отрасли — компания Белшина. Одна шина в минуту — таковы возможности нового оборудования. Всего в ассортименте завода массовых шин 68 типов и размеров легковых и 38 грузовых шин. Не только для ВАЗов, но и для престижных джипов и паркетников. Продукцию премиум-класса собирают на полностью автоматизированном участке. На этом сборочном комплексе присутствие человека сведено к минимуму. Как видите, из людей здесь только я и еще один человек — это сборщик. Но, собственно, главная его функция заключается только в том, чтобы проверить качество. Все остальное делает умная машина благодаря современным технологиям и электронике. Ставку сегодня делают на шину цельнометаллической конструкции. Она может пройти до 200 тысяч километров. Секрет белорусского качества прост, уверяют производители. Конструкция и рецепт очень важны. Для того, чтобы все компоненты шины работали совместно и давали свою отдачу потребителю, и он с удовольствием ездил на шины, рецептура каждой резиновой смеси должна быть отдельной и глубоко продуманной. На Бобруйских шинах сегодня ходит техника АвтоВАЗа, МТЗ, МАЗа, КАМАЗа и БЕЛАЗа. Специально для его самосвалов-гигантов завод запустил производство шин самого большого в мире размера. Вулканизация такой громадины может занимать до 16 часов. Аналогия с пирожками. Чем толще, тем дольше печется. А собирает такую за смену в 8 часов. Эта шина предназначена для карьерной техники. Грузоподъемность от 360 до 450 тонн. Уникальность ее в том, что одна такая шина способна выдерживать нагрузку до 104 тонн. Ну, в общем, то, что везет карьерная техника на этих шинах, сопоставимо с несколькими вагонными составами. Весит такая шина 5 тонн 890 килограммов. А вот эти звезды, видите, условно обозначают прочность. Почти как в гостинице. Первая опытная партия уже выпущена и подготовлена к испытанию на Кузбассе. А в продолжении проекта расскажу, на каких автобусах будут возить в Минске гостей европейских игр и что общего у них с красноярскими маршрутками. Татьяна Каминская, Максим Галат. Енисей. Новости из Беларуси. Партнеры проекта. Компания Амкадор Красноярск. Торговый дом Беларусь. Компания Белшина Урал. И на этом у меня все. Свои новости сообщайте по телефону 236-0136. Отклики оставляйте на сайте enisei.tv. Отклики оставляйте на сайте в Минске.